Сегодня у доски 11-классница Елизавета Чубо разбирает тему «Моя будущая профессия». Нет, это уже не для экзаменов, скорее для себя. Впереди ее ждет выбор направления, в котором девушка хотела бы развиваться дальше. Школьные годы получились для Елизаветы результативными. Каких только дипломов нет в большой наградной копилке. Однако из всего перечня увлечений ближе и роднее оказался язык Деголя и Бальзака. Любовь к французскому появилась постепенно. Я увидела, как преподаватели очень любят свой язык, показывают свою любовь к нему. И очень много детей тоже начинали его любить, хоть и это достаточно сложный предмет, потому что там очень много правил, исключений. И все предметы, которые преподаются на французском языке, они также способствовали тому, чтобы я поняла ценность французского языка. Французский язык в жизни Елизаветы появился в пятом классе, когда девочка перешла в новую для нее школу. Верным наставником и попутчиком на этом непростом пути стала педагог Ирина Корнеева. Добрые и теплые отношения учителей и учениц, а также огромный объем проделанной работы дали весомый результат. Я вам передать не могу, сколько часов трудных провели мы вместе, сколько мы брали правил, сколько исключений, сколько поделали упражнений, сколько мы говорили и обсуждали тем, я вам передать не могу. Но с другой стороны, когда ты видишь, что твой ученик, ученица в данном случае, двигается вперед, это самая большая награда учителю. Вот я ее тоже получила вместе с Лизой, ну и собственно награды, и нас не обходят в таких случаях. Так что еще все впереди, и это не первый, и, надеюсь, не последний успех. Работа с талантливой молодежью в 15-й школе всегда была в приоритете. Именно поэтому перечень факультативов и дополнительных занятий, которые развиваются сегодня в учреждении образования, достаточно велик. И каждая маленькая звездочка заслуживает отдельного внимания, возможности быть услышанной и иметь поддержку. Безусловно, за каждым учеником стоит учитель-профессионал, учитель, знающий и любящий свое дело. Учитель, который имеет уже опыт определенной подготовки в олимпиадном движении. И, безусловно, это человек, который вовремя заметит такого одаренного ученика и все сделает для того, чтобы он стал звездочкой. Что же касается Елизаветы, то для нее, в отличие от многих сверстников, самый ответственный период оказался уже позади. Победа в Республиканской олимпиаде по французскому языку дает путевку на поступление в ряд вузов Беларуси без экзаменов. Так что теперь самое главное для девушки определиться с первым шагом на пути к профессии, связанной с франкофонией. Список университетов гораздо больше, чем лингвистический. Пока что стараюсь выбрать, узнать все, что мне могут предложить другие университеты. Уже потом буду выбирать точную специальность, точную университет. Буду чуть позже. Пока просто радуюсь и выдыхаю. Анастасия Ноздрин, Плотницкая, ПН Малышонок, Александр Макаревич, телекомпания БУК-ТВ.